Так, стоим на миде. Ксиопея против Галлио. Ну да, как и собственно предполагалось, довольно неприятный матчап. Фишка в чем Галлио? То, что он довольно хорош против любых АПшников, но не очень хорош против постоянного урона. У нас, к счастью, постоянный демош. Единственное, чтобы бить такого Галлио, нам нужно будет очень много маны. Ксиопея очень мана затратна, поэтому в ранней игре вся основа у нас ляжет на харасс там разного рода автоатаками и в основном это именно фарм. Фарм, чтобы как можно скорее купить себе капельку, настакать эту капельку и быть полезным именно в мидгейме. В ранней стадии игры мы ему ничего особо не сделаем. Не, ну можно похарастить его, конечно, постараться сейчас. Это само собой, но в основном это будет больше как бонус, нежели чем какая-то основа, да? Окей. Нужно очень хорошо контролить ману. Манопул у Ксиопеи дичайший. Сейчас мясанул зубом. Мана просто испаряется. Так. Можно вот так вот раз. Окей. Главное зубы здесь ни в коем случае не давать. Во-первых, надо зубами добивать, если мы их кидаем, само собой. И желательно зубы ни в коем случае не давать именно в пластины, потому что демош режется. Мы очень сильно из-за этого проседаем. У нас стак маны нет. Если мы зуб даем, не добиваем крипа, а мана теряется. Она при добивании ресейтится. Либо если в пластины уходит, куча урона режется и все, и гг. Так. Поэтому нужно желательно контролить здесь все очень четенько. По крайней мере, каплю нужно выформить. Тогда уже можно попытаться какой-то ол-ин пойти, бэкнуться, закупиться и уже сбэкать что-то думать. Так. Окей. Угу. Потихонечку харасим, но при этом контроли ману, да, чтобы маны не было такого, что у нас раз и маны ноль. Это будет уже плохо. И причем посмотрите, насколько большая разница между геймплеем Галлио и моим. Мне нужно четко все контролить. Галлио там разочек, бах, попал. Этим. Кушечкой своей и все. У нас уже хп нету практически. Еще и упираемся в этот. Так. О, кстати, маны нету. Ну, я надеюсь, что он заберет. Еще в то, что у него щит есть от магии. Он супер живучий. Хорошо. Хотя бы ассистик. Я бы, конечно, не отказался от килла, но у меня мана закончилась. О чем ей говорил супер монокосту Кассиопея через Ешку? Раньше Кассиопея была без Ешки. Она игралась через Кухан. Кто помнит? Вот эта Кассиопея была жесткая. Сейчас Кассиопея уже не та. Ее понерфили. Накрас таки игралась через Комету и просто была бомбезной. Так. Вот это какой-то странный геймплей здесь. Парнишка выдал, но нам нужно сейчас уже чуть больше его харасить, ибо есть капля. Капля регенит ману. Нам так или иначе нужно как бы стакать эту капельку. Поэтому можно побольше потрейдиться, и плюс там капля, она очень сильно режет стоимость маны на нашу Ешку. То есть мы можем... Ну вообще на весь скиллсет. Мы сможем гораздо чаще использовать наши способности. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Грызи его, пес. Хорошо. Стан. Стан по-двоим прошел, но... Не, должны мы здесь забирать, сто процентов. Да, все-таки я забрал. Попал Кушкой. Если бы там Кушкой не попал, был бы шанс, что могли бы меня забрать. Ноктюрн тоже зря времени не теряет веби-сити от мидлейн, но суммарно у нас пошел же Сноубол. Так, с блубафом вообще сказка. К себе с блубафом это нам очень сильно повезло. Во-первых, мы сейчас сможем легко себе настакать капельку. Пока что у нас блубаф есть. Можно поспамить прям жестко. Плюс у нас еще... Ну, как бы бонусом идет, да? Такс. Сейчас. Не, оставим все как есть. Пока что ничего не буду покупать. Плюс у нас еще бонусом идет то, что... В принципе, мы на линии харасим. Помимо того, что стакаем каплю. Очень много давления на врага. КДР тот же самый. Хоть его и 10%, но он работает на зубы. Мы сейчас... Такой режим пулемета. Маленький. Мини пулемета. Пистолет пулемета подрубаем. Потом, когда уже прокачается у нас... Зубы уже почти прокачены. Но дальше будет еще жестче. Вот тогда будет реальный пулемет. Правда, скоро Ноктюрн начнет нас бобеситить на левел 6. И вот это вот, наверное, начало нашего конца. Ибо против Ноктюрна у нас особо нет геймплея. Никакого плейстайла. Ничего мы не придумаем. Контрплея, ничего нет. Разве что попытка засну болится. Так. Не дожжу шелдом. Это его ошибка. Окей. Главное попадать здесь кушкой, чтобы получать постоянное ускорение. Его задача была в идеале задоджить мою кушку шелдом. Если он доджит кушку шелдом, естественно, я не получаю ускорение. Я не могу его бить. Ибо под кушкой, под ядом у нас урон увеличивается с зубов. То есть вся фишка дамага к Иссеопеи именно в том, что мы по яду дамажим. То есть противник находится под ядом. И мы его долбим Ешкой. Потому что сама по себе Ешка без яда. Она очень мало урона наносит. Так что смысла нету юзать без яда. Так, ну и наконец-то у нас потерянная глава появляется. Это радует. Кинем сюда кушку. Поехали. С потерянной главой, по-хорошему, наши проблемы с маной должны закончиться. Фишка в чем? В том, что потерянная глава у нас очень сильно ману регенит при левелапе. А именно слеза, она нам как бы часть, ну, понижает именно манокосты. И часть маны еще и восстанавливает. То есть суммарно тут восстанавливается, тут понижается. Плюс еще как бы дополнительный манреген отвлекся. Сори. Суммарно у нас проблемы с маной должны уже закончиться. Но, по крайней мере, если играть хорошо, если уметь контролить ману, не просто так, отбалты спамить. Потому что даже с такими предметами можно заспамить так, что у тебя мана закончится. То, в принципе, стоять сейчас можно здесь. Это вполне стоябельный лейн. Так. Ну и на актер 6 левел не стоит забывать. Нужно поаккуратнее. Он ко мне полетит, я уверен. У меня сладкая цель для него. У меня нет флеша. Нет протекта. По-хорошему здесь нужно Жоню брать. Против его ультимейта. Ибо я даже ультануть не могу по нему. Ульта работает в лицо, но он, скорее всего, с шилдом полетит. Не с блэкшилдом, а с обычным шилдом, да? Блэкшилд это у Моргана. Но, можно сказать, тоже блэкшилд. Короче, он иммунен к заклинаниям. И мой ультимейт уже против него не работает нормально. Здесь хорошо мы Галлио раздамажили. Под Вэшкой, кстати, Галлио не может нам РФПС осуществлять. Поэтому у нас плюс большой. В борьбе с таким Галлио. Окей. Не попал. Ладно. Вэшка. Блок движения. Ху. А, яд. Да-да-да-да, яд. Рвок не может сделать. Так я не видел, чтобы Ноктюр не улетел, ребята. Если Ноктюр не улетел, он сейчас прилетит, я вас уверяю. И я не смогу по нему кушкой попасть. Нужно сначала, по идее, будет Е дать. Но там еще же летит Галлио сразу. То есть, скорее всего, это смерть. Лучше бэкнуться, я думаю. Бэкнемся, закупимся. У нас на базе как раз Архангел. Архангел ускорит настакивание. Все будет в порядке. И я думаю, в этой игре лучше всего будет взять именно Жоню. Так. Окей, он на боте. Сейчас попробуем прилететь. Чуть спину, но все равно. Эх, флэш. Ну ладно. Попадет. Хорош. ВП. Фишка, опять же, в чем заключается. Аналогично с другими чемпионами. Кассиопея может снимать ультимейт. То есть, анимацию ультимейта за счет флэша. Поэтому я даю сначала ульт, потом флэш. И ульта кастуется без задержки. То есть, обычно при касте Кассиопеи ультимейта там довольно большая задержка. И как бы любой почти хороший игрок может увернуться. Не говоря, что там с флэша. Он просто отвернет голову и все. Ультимейтам попасть очень сложно по хорошим игрокам. Поэтому за счет флэша можно как бы увеличить шанс значительно на попадание. Быстрее все кастуется. Так, у нас сейчас уже мана есть. Все в порядке. Мы еще и хилимся. Отлично. Так что можно себе позволить чуть-чуть здесь позабирать лес. Да, я думаю, варвик будет не особо доволен. Но он сейчас может на бот сгонять. В принципе загангать. А у нас появится сейчас возможность очень сильно пауэр спайкнуться. Все-таки Кассиопеи это гиперкерри. Чем быстрее мы купим слоты, тем мы будем жестче. Окей. Не в каждой игре так стоит делать, но если это реально даст хороший профит, если это реально поможет вам победить, почему бы нет. У меня есть ноу-бол отличный. Я сейчас могу очень много выфармливать. Варвик сейчас уходит больше уже на второй план. Он уже не кей, по сути. Он уже так, утилити. Он свое время уже отработал. Так. Сейчас мы уже засноуболены довольно-таки. Сейчас в тимфайтах мы уже будем тащить. Поэтому варвик может отдыхать. Так. Окей. Больно. Но терпимо. Сейчас будем ломать вышку. Опять же желательно много фармить. Задача варвика сейчас просто engage, выдать хороший врыв. Он сейчас ворвется. Будет очень хорошо. Здесь сейчас Гаран идет к нам. Окей. Нормально минус Гаран. Довольно опрометчиво он пошел. Ред нам не особо нужен. Если только для сустейна, если мы не планируем бэкса. В принципе, лучше отдать керри. Керри не забирает. Не знаю. Если бы АТК забрал, я бы, конечно, ему отдал. Но этот керри сейчас бы просто ресетнул. Я уже не мог забирать. А этот керри гораздо выгоднее. Ну, может, он просто типа такой окей. Косеопея на фиженное. Пусть забирает. Ха. Ладно. Спасибо. Спасибо и на это. Дракона душим. Все. Нужно идти за Жоней. У нас все-таки есть ноутбол. 306. С нас дают денежку. 900 золота. Опа. Кайоджин. Кайоджин. Спасибо тебе большое, душище. От души. От души. Спасибо тебе огромнейшее. За дунейтик. Восхищаюсь твоей макрогирой. Удачных каток тебе. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо большое. Ух. Прям порадовал меня. Спасибо огромное, ребят, за поддержку. Так. То есть, наша задача сейчас как? Нам нужно поставить... Кто, кстати, не смотрел видос по настройке управления, обязательно посмотрите. Я ставлю сразу вот шилд себе. И Жоню ставлю, да? То есть, у меня уже сейчас все будет активно. Ну, чтобы обе вещи использовать. Я не уверен, что подсейвить смогу. Могу дать автоатаку. У меня ред баф за счет замедления просто, да? Хорошо. Ну, такое. Все равно невыгодный размен для противников. Мы в плюсе. Это факт. А что, барона не... Ой-ой-ой. Что-то мы очень быстро побеждаем. Я думал, уже барон есть на автомате. Нет. Нам сейчас нужна Жоня. Жоня очень сильно пригодится. Вот даже вот этот кусок секундомера, да? Так. Секундомер дает нам возможность сейчас засейвиться в тимфайте. Будь то от Гарна. Будь то от Ноктюрна особенно. То есть, мы сейчас значительно себе повышаем выжимаемость. Даже не купив у Жоню. Ну, и наручи тоже. Нарручи, да? Они у нас дают броню. Как бы против физ урона. Здесь физ, физ, физ урон. Вот эти двое до нас не доходят. Поэтому нам все равно на их дамаг. И нам все равно на наш дамаг. То есть, у нас дамага очень много. Нам главное сейчас жить просто. Нас могут убить очень легко в тимфайте. И напоминаю, с нас дают сейчас 950 золот. С 1000 золота врагу. Это не очень хорошая идея. Надо давать. Это, как правило, дорога к лузу, да? Поэтому всегда, если мы сноуболимся, надо в первую очередь, и есть огромный шанс нас убить у врага. Надо заботиться о выживаемости, а не уроне. Я могу сейчас пойти там купить себе шапку, к примеру. Представься, я купил шапку сейчас. Вместо Жони сижу и такой, о, у меня шапка есть. Я очень много дамажен. У меня там в два раза больше урона. В ближайшем тимфайте я с вами играю против сильных врагов. Ноктюрн ультует в меня, шотает меня. Как бы Ноктюрн влетает. Пошел дамаж. Куда залетает Галлио, естественно, по Ноктюрну. Все, я умер. Типа, где мой дамаж? Как бы, да. В теории у меня в два раза больше урона. На практике у меня ноль урона. Потому что я умер. И я бесполезен для команды. Я команде еще. Мало того, что у меня урона мало, так я еще и команде ничего дать не могу. Как бы, если сейчас по мне... То его залетели, убили, да? Еще и золото отдал. А сейчас, если по мне залетит, допустим, Ноктюрн играть, скажет, окей, хорошая Кассиопея, я в нее ворвусь, врывается. Врывается Галлио, я просто жму-жоню. Они тратят свои основные способности. Не в адекере, не в кого-то еще, а в меня. А я жму-жоню, и все. Как бы, я уже полезен. Я уже выбил из них ультимейт. То есть, я ничего не сделал, но я уже принес пользу своей команде. Просто купив-жоню. Даже если я никого не убью, уже полезный. Так. А я ведь могу еще, как бы, раздамажить. Так. Здесь вроде они уже нам ничего не сделают. Здесь уже все. Ой, мисс Кликсора. Помыши, случайно кликнул. Ладно. Да, я надеюсь, нам это не помешает. Можно раздамажить. Ну да, не должно нам это помешать, на самом деле. Если Близз вытянет, я могу дать Вэшку. И тем самым... Окей, все, ГГ, это килл. То есть, если Близз выхукивает вместе с Кассиопией, это прям смерть сразу. Потому что ты не сможешь убежать. Как бы, мало того, что моя Вэшка замедляет, она еще и не дает флешнуться. Не дает использовать эскейп. Типа, если у тебя даже есть какой-то, там, рывок какой-нибудь. Скажем, ты играешь за Джакс, можешь через Кушку убежать. Либо у тебя есть флеш. Ты такой, хорошо, меня вытянет Близз, я флешну. Да уже не флешнешь. Уже все, уже смерть. Там от Близза идет контроль, череда контроля. Это довольно долго. И все, как бы, ты уже умираешь за этот контроль. Он притягивает, подбрасывает, Сайленс дает тоже. За это время еще и Вэшка действует. Грубо говоря, ты с тысяч 4 секунды, там, получаешь кучу дамжа, уже не выжить. Кто бы ни был, там танк, не танк. Не, ну если прямо не супер нафиженные, да, возможно, есть, конечно, шанс. Что не хватит у нас урона именно убить быстро. Но при нафиженной команде точно хватит. Окей, у меня еще Жоня есть. Нормально. Мы никуда не торопимся, потихонечку пушим. И нужно идти по боту. Пойдем по боту? Или нет сегодня? Ну надо бы, конечно. Но я бы вообще на Барона пошел. Пока что появляется Барон, нужно Барона забрать. Барон очень много даст нам преимущества. Это прям такая ультимативная тема, Барон. Тем более у нас есть Пинквард. Который как бы намекает, да? Даже два Пинкварда. Что, давайте, забирайте меня. Плюс у нас есть Горный Дракон. Опять же, полезная штука. Увеличивает скорость забирания. Ну и Кассиопея. Кассиопея огромный, стабильный, постоянный урон наносит. Так. С Кассиопеей можно забирать Баронов очень быстро. Всегда будет урон. Окей. Ну он, кстати, не по мне полетел. А, зря, не по мне. Мог убить, у меня маны нет. Плохо, что файтить начали без маны. Я без маны. Не могу ничего сделать. Чуть не закончилось для нас это проблемой. Нет, АПшку... Ну, кстати, можно кольцо. Сейчас, 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 сейчас. Давайте кольцо, наверное, продадим. Мне кажется, это будет самый оптимальный вариант. Две АПшки возьмем. И полетим на ботлейн. У нас есть Барон, баф. Сейчас просто пропушим. Получается, у нас такая больше утильтик Сиопея. Но на самом деле мы довольно-таки сильные и полезные. Несмотря на то, что у нас мало киллов, это ничего не значит. Мы даже половину своих возможностей не используем. По нам особо не играют. Опять же, по нам могут не играть не потому, что враги, допустим, глупые, да? Скажут, а что это они по тебе не играют? Они глупые какие-то. Нет. Просто у нас уже Жоня есть. Уже Жоня, Шилд, уже нет смысла по нам играть. Типа, зачастую бывает такое. Я думаю, вы даже когда играли за разных персов... Так, что-то у меня здесь залагало немножко. Окей. Ладно. My bad. Что-то залагало еще. Ультануло здесь не вовремя. Короче, у вас была такая, наверное, ситуация, когда вы играли за Ассасина, и вы видите... Вот вы убивали, например, какого-нибудь Адекерри, либо хотели убить, и вы видите то, что он купил ГА. Согласитесь, когда вы играете за какого-нибудь Ассасина, вы уже не хотите файти. Вот вы очень хотите убить этого Адешника. Вы все время его убивали. Как только он взял ГА, вы уже подсознательно не хотите его фокусить. Потому что вы понимаете, окей, я ворвусь, я убью его, но умру сам. Я точно умру, да? Я Ассасин, я ворвусь. Я заберу, например, Ноктюр ворвался, убил Адекерри, умер сам. Его тоже убили. Но при этом он в ГА, то есть он рестница. То есть в любом случае это файт 5 на 4 в пользу противника, если я играю в него. Поэтому ты не хочешь его фокусить. То же самое, если по мне сейчас полетит Ноктюр, но не берем в учет вот этот файт, здесь просто ошибка была. Там просто толпой съели, да? А так вообще, вот если он внутри файта летит в меня, я жму Жоню. Че, он прилетает, мы его убиваем толпой, да? Моя команда его убивает толпой. Все. На этом геймплей Ноктюр заканчивается. Он автоматом перевел файт 4 в 5. Естественно, он уже не хочет по мне врываться.